Друзья, дамы и господа, я предлагаю начать наш сегодняшний круглый стол, который называется «Блеска нищета социал-демократии». У нас запланировано было 11 докладчиков, но я так вижу по ситуации, что будет немного меньше, поэтому, с одной стороны, это позволит каждому из тех, кто пришел выступить, сделать это в более широком формате. Я думаю, до 8 минут, до 9, потом я бы хотел оставить какое-то время, может быть, на вопросы, ответы и определенную дискуссию. И позвольте мне сделать небольшое такое вступление по этой теме, которая, на мой взгляд, сегодня в России постепенно так приобретает некую актуальность. Это я сужу по тому, что в преддверии президентских выборов в конце прошлого года в ряде газет, журналов появились такие размышления журналистов и политиков о том, что необходимо в России сформировать какую-то реальную левую оппозицию на социал-демократической основе, возможно, за счет слияния ряда партий, имеющих сегодня представительство в парламенте или не имеющих его. И вот, отталкиваясь от этого, я бы хотел, с одной стороны, вспомнить, что все-таки на самом деле в 20 веке социал-демократия представляло в Европе, которая была колыбелью этого идеологического и политического движения, серьезное влияние и значение. В первой половине это был период борьбы за права рабочих. Вторая половина, когда социал-демократия в большинстве европейских стран стала уже парламентской силой, это уже была реальная борьба за власть, которая завершилась в Европе с созданием государства всеобщего благодействия, социально-ориентированной рыночной экономики, и социал-демократия стала, в общем, где-то первой, где-то второй политической силой. Ну а такие фигуры, как тот же Фридрих Эберт, как Франсуа Миттеран, как Лили Брандт и многие другие, они навсегда вошли в историю политической жизни Европы, своих стран. И так все прекрасно было до где-то первого десятилетия этого века, а потом мы видим, у социал-демократии даже в ее колыбели начались серьезнейшие проблемы. Сегодня мы наблюдаем, по существу, коллапс социалистической партии Франции, которая на последних выборах потеряла практически все, что имела. В Греции социал-демократы еще посок недавно бывшей власти сегодня, по существу, превратились в маргинальную политическую силу. Теряют свое влияние социалисты Испании, Голландии, потеряли власть норвежские либористы, потеряли свое былое влияние английские либористы и многие-многие другие. И мы видим, что с одной стороны на эту нишу все более активно претендуют представители таких более левых, лево-радикальных сил где-то между коммунистами и социал-демократами. Это такие партии, как Делинки в Германии, это такие партии, как движения, как Падемос в Испании. Те же либористы во главе с Корбином сегодня явно смещаются в эту сторону. Это интересный тренд, о котором мне тоже, кажется, стоит поговорить. Но я возвращаюсь в Россию, потому что, мне кажется, все-таки мы должны будем поговорить немножко и о европейском, так сказать, тренде и контексте социал-демократии. А возвращаясь к России, я бы отметил, что с одной стороны сегодня, за эти прошедшие 27 лет постсоветской России мы видели тоже такие колебания. Вначале социал-демократы по существу были рассеяны и где-то до 2006 года не представляли какой-то единой силы. Хотя вот мои исследования, исследования ряда коллег, которые сегодня будут выступать, я имею в виду Бориса Романова, Бориса Славина, показывали, что на самом деле в совокупности левоцентрические силы в России эти годы имели до 20% поддержки. Но так как эти 20% распределялись на 10-12 партий, каждая из них получала свои законные 1,5% и оставалось вне парламента, вне реальной политики и влияния. Но в 2007 году появилась надежда, на базе трех партий, вы знаете, была создана «Справедливая Россия», которая примерно 5 лет, по моим оценкам, где-то до 2012 года серьезно претендовала на большую роль в российской политике. Я помню период, когда эта партия получала до 20% на региональных выборах, на парламентских выборах с 2011 года, она получила серьезный результат в районе 12%. Но, к сожалению, после 2012 года из партии начали уходить или их начали вытеснять, и представитель, так сказать, пострадавший, вернее, здесь присутствует, Геннадий Владимирович Гудков. И в результате, потеряв вот этих вот тех людей, которые в этой партии реально олицетворялись социал-демократией, постепенно их, как говорится, вымыли оттуда, и партия стала терять свое влияние. И мы видим, что вот апофеозом этого стали прошедшие буквально недавно президентские выборы, на которых «Справедливая Россия» даже не была представлена. Мы имели на них двух коммунистов, трех либералов, двух патриотов-националистов и ни одного социал-демократа. Голос социал-демократии в России оказался не слышен. Такой выстрел в себе в ногу, а может даже чуть выше, на мой взгляд, это очень тревожный сигнал. Но, как я сказал вначале, мы видим все-таки разговоры сегодня о возможной создании партии. Правда, меня что пугает, что это разговор о том, чтобы создать ее сверху. И это, на мой взгляд, сегодня повод для дискуссии, для разговоров. И, заканчивая свое краткое вступление, хотел бы наметить такую канву. Я бы хотел, чтобы вначале выступили у нас Владимир Яковлевич Швейцер и Владимир Фоменко, которые больше занимаются европейским контекстом. И мы тогда могли бы немножко, так сказать, более глубоко с вами окунуться в современную ситуацию социал-демократии в Европе, что, на мой взгляд, очень важно. Как я уже сказал, это колыбель, это как бы в мировом контексте основополагающая сила. А потом я бы хотел попросить выступить Бориса Федоровича Славина, Бориса Романова, представителя Института Европы, это Ваейков и Камулов, которые бы, может быть, поговорили больше о том периоде, который прошел, с чем были связаны проблемы социал-демократии в России, почему мы получили такие результаты, если коллеги не возражают. И в заключении я бы хотел, чтобы выступили Геннадий Владимирович Гудков и Олег Молчанов, которые бы больше говорили уже именно о современной ситуации и больше о перспективах. Вот если вы не возражаете, давайте таким образом построим как бы логическую... Конечно, я сказал коллеге, что я хочу оставить время на вопросы и участие в дискуссии и выступления для тех, кто не попал в список. Поэтому я попрошу ораторов, которые определены в списке, быть по возможности лаконичным 7-8 минут. Это позволит нам оставить минут 15-20 для выступления и дискуссии. Если вы не возражаете против такого построения нашей дискуссии, я прошу Владимира Швейцера, который представляет здесь Институт Европы, Российская Академия Наук, и который долгий доктор наук, руководитель отдела социально-политических исследований, выступить по теме европейской социал-демократии. А потом бы Владимир Фоменко в продолжение поговорил, может быть, больше именно о левоцентрике, о таких левых, более радикальных силах в Европе. Что они сегодня из себя представляют? Идут ли они на смену социал-демократии? Ну, не буду предпосхищать Владимира. Пожалуйста, Владимир Фоменко. Спасибо. Ну, я хочу сказать, поскольку так уж получилось, что я занимаюсь социал-демократией уже свыше 50 лет. Так вот у меня сложилось, с 1966 года, когда я решил работать в Институте международного рабочего движения, и продолжая уже в Институте сравнительной педагогии, переименовавшегося из Института рабочего движения, и в Институте Европы, начиная с 2002 года, то мне легко, так сказать, посмотреть как бы на этот весь срез ситуации, в котором действительно имел место и блеск, ну и нынешняя нищета, о чем очень удачно, астровно сказано было в преамбуле к нашему мероприятию. Собственно, в чем дело? Понимаете, каждое политическое движение возникает на определенной стадии развития общества. Когда имеет место востребованность той или иной, так сказать, политики, оценки и решения определенных ситуаций, тогда появляются и политические партии, появляются и решения, появляются и лидеры, которые это делают. И вот социал-демократия, допустим, если говорить о блеске социал-демократии, то этот блеск пришелся на 70-е и 80-е годы. С одной стороны, очень активно и успешно шло реформирование, я считаю, почти всех сторон жизни европейского общества, и подготовка, кстати говоря, потом получилось иначе, но подготовка, как они считали, социал-демократы, к успешному переходу к интеграционной стадии. И вот, действительно, и Вилли Брант, Улов, Пальмы, и Бруно Крайски, которые я лучше знал, потому что я занимался Австрией непосредственно долгие годы, да и сейчас, так сказать, от этого еще не отказался. Вот эти все люди, эти все партии движения нашли себя и на внутриполитическом плане, но у них был и второй план, очень важный, это международный. Это посредничество, действительно, между основными, так сказать, ядерами нашими державами, между Советским Союзом и Соединенными Штатами, между Варшавским договором и НАТО, все это имело место, действительно, в 70-е и 80-е годы. Наконец, была еще одна сфера, это Третий мир, это борьба за освобождение, так сказать, от колониализма освободились, но неоколониализм остался, поэтому все это, так сказать, ложилось тоже на плечи социал-демократии. Вот на этих, на трех основных китах, я бы сказал, и базировался этот блеск, который выражался в том, что, ну, я точные цифры говорить не буду, но примерно из 15 основных европейских стран в 10 уверенно социал-демократы, в общем, лидировали, в каких-то странах они были на вторых ролях, а там, где их раньше не было, они появлялись и сразу брали, в общем, вверх. Это действительно и Греция, и Испания, и Португалия, которые освободились от, так сказать, от профашистских, от диктаторских режимов, и там социал-демократы вышли на первое место. Вот все это место, и все это имело место до начала, так сказать, этой нынешней фазы, когда с одной стороны шел очень мощный процесс, связанный с глобализацией, прежде всего с глобализацией экономики, и второй процесс – это развитие интеграционных процессов в Европе. И вот выяснилось, к сожалению, это печально, что та социал-демократия, которая прекрасно рисовала картины светлого будущего, когда писала, что мы переходим от демократического социализма, так сказать, 90-х, 80-х годов к новому социализму, к социализму 21 века, она оказалась, в общем-то, неудела. И самое свидетельство для меня вообще яркое, что в последнем общем документе социал-демократов Европы к выборам в Европарламенте 2014 года вообще слова «социализм» нет. Значит, они растворились в массе других движений, которые тоже за справедливость, тоже за экономический рост, за баланс и так далее, они утратили свое лицо. И вот это, я сказал бы так, утрата этого лица, она и привела к тому, что на крутых, так сказать, на крутых извилинах, так сказать, исторического процесса, который, как мы видим, идет очень неравномерно и действительно с большими перепадами, социал-демократы утратили свои лидирующие позиции. И более того, они утратили и вторые позиции. Вот если брать на сегодня, я специально утром составил такую табличку, значит, если брать основные западноевропейские страны, сразу хочу сказать, что восточноевропейские и постсоциалистические страны, страны иного уровня, и просто говорить о социал-демократии, путем в Чехии и во Франции, там, или в Польше или Германии, это было бы неверно. Страны на разном уровне. Социал-демократия, имейте в виду, это очень важно, она, так сказать, соответствует определенному социальному и экономическому развитию стран. Если оно примерно одинаковое, ровное, без ухабов, без перекосов, то она идет действительно вверх. Как только этого не получается, она начинает лететь, так сказать, и кверх тормашками, и совершенно сильно, так сказать, утрачивать. Что мы, собственно, сегодня видим? Сегодня только в двух странах Европы, в Португалии и в Швеции, социал-демократы возглавляют. Но не однопартийно, как шведы делали подряд 50 лет. И не как делали, в общем, португальцы, когда имела место португальская революция и ее последствия. Они только в коалиции с левыми партиями, с еще более левыми. Хотя слово «левый», я подчеркиваю, я очень, так сказать, я небольшой сторонник использования этих терминов, левый или правый. Но содержательной стороны нет. Давайте, дорогие друзья, давайте решать, что это левое, в чем оно левое. То ли оно, которое было в Октябрьскую революцию, то ли оно было, которое после 1945 года, или это сейчас, что это левое и что это правое. И мы, я могу сказать точно, если будем мерить старыми мерками ситуацию, мы абсолютно запутаемся, потому что оказывается, что самыми левыми сейчас являются, знаете кто, ультра-националисты и сепаратисты. Вот те, которые выступают за освобождение, допустим, Каталонии, или за освобождение, допустим, Шотландии от британского иго. Или, например, если мы будем говорить о националистах, которые выступают за сохранение социального государства. Подумайте, националисты сейчас являются самыми большими защитниками социального государства, которые, они считают, разрушают вот эти самые, как они говорят, орды, иммигрантов, которые оттяпывают у коренных жителей, которые создавали это государство в Скандинавии или во Франции, где угодно. И поэтому они берут на себя эти функции. Те функции, которые выполняют социал-демократии, сейчас выполняют эти националистические партии. И вот такой результат, что сегодня действительно только в двух странах они у власти. В коалициях очень слабых они в Бельгии, Люксембурге и ФРГ. Ну, коалиция ФРГ – это просто, в общем, что называется, куром на смех. Потому что только потому, что не договорились между собой, я подчеркиваю, христианские демократы и свободные демократы, для них самое естественное было бы, естественно появились социал-демократы с альтернативой для Германии, которая, кстати говоря, добилась очень значительных успехов, не только потому, что она взяла голоса, так сказать, ну, условно говоря, справа у ХДС, ХСС, но и у социал-демократов. Я подчеркиваю, когда обычный немец видит, что выходит лидер альтернативы, говорит, мы за социальное государство, мы за то, что вам осталось, а не кому-то еще, вот они, пожалуйста, это и получают. Вот эта ситуация совершенно очевидна. Ну и, так сказать, сколько времени мало, в заключении я скажу следующее, что я не вижу особых перспектив для социал-демократии, но дело даже не в социал-демократии. Сейчас вся партийная система Европы находится в очень серьезном кризисе, потому что она вследствие, прежде всего, и социальных связей, когда интернет заменяет общение людей, как я имела раньше, так сказать, напрямую, на митингах, на встречах, на съездах, все решается вот на электронном уровне, поэтому здесь может, в общем, кто угодно захватить, так сказать, определенные электронные позиции, скажем. И социал-демократия здесь отнюдь не в лидерах, и все остальные партии, которые тоже находятся в кризисном состоянии, но в меньшем, чем социал-демократы, потому что, опять-таки, ведь кто-то находится у власти, да? Так сказать, и христианские демократы, и консерваторы, и либералы, если брать Скандинавию, и Бенилюкс там, они находятся у власти, и на первых, в общем-то, ролях, они взяли, в общем, то, что было раньше у Салты. Значит, видимо, они лучше приспособились к этой ситуации. Как и что, надо еще думать, смотреть, так сказать, считать, но когда мы говорим о возможностях социал-демократии в России, мы должны учитывать этот опыт, хотя Россия пока, с моей точки зрения, вообще ни для какой партийной системы не готова. И последние выборы, это доказывают, это соревнования личностей, а не идеи. Это соревнования не организации, а группы поддержки. Спасибо. Да, коллеги, давайте договоримся так, чтобы нам, как бы, ну, не выбиваться из общего контекста. Присылайте вопросы к каждому докладчику, или когда все выступят, вы можете задать конкретному выступающему, они обязательно ответят. Договорились? Ну, давайте, коллеги, ну, может, получится. Хорошо, давайте, у вас вопросы к Владимиру Яковлевичу? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Значит, я хочу сказать, что это верно, конечно, но надо иметь в виду, это на уровне не отдельных стран, где эта проблема не выполнена, а вот на уровне общеевропейских контактов и развития структуры Европы, безусловно. Вот в том-то и стала демократия, она осталась на национальном уровне, не приспособившись к интернациональному уровню, что, как выяснилось, лучше делают и эти самые националисты, которые великолепно выстраивают свои связи, причем с разных стран, казалось бы, ну, греческая Золотая Заря, допустим, и партия Липен, понимаете, когда они между собой договариваются в Европарламенте, вместе голосуют, хотя, казалось бы, та же Липен кричала, нам греки, которые приходят в наши рабочие места, не нужны. Оказывается, очень даже нужны, потому что та же Золотая Заря считает, что надо поддерживать, с одной стороны, своих греков за рубежом, но не пускать в Грецию эмигрантов. Вот на этой антиэмигрантской линии они сходятся и великолепно себя чувствуют. Спасибо. Владимир Яковлевич, да, хорошо, сейчас задавите, я просто тоже прокомментирую. Мне кажется, вообще, понимаете, говорить о экономической базе, социал-демократии, это достаточно условно, потому что все-таки социал-демократы изначально говорили именно о необходимости развития человеческой личности и ставили это во главу угла. Их принципы – это свобода, солидарность и справедливость. То есть они больше говорили о гражданском обществе и развитии личности. Все-таки экономика – это больше удел консерваторов и либералов. Поэтому, конечно, я не говорю, что социал-демократы, кажется, плевали на экономику, но, тем не менее, все-таки это не было их главным фокусом. Их фокус – это гражданское общество и личность. Пожалуйста. Если можно, в микрофон. Микрофон, микрофон. Дело в том, что там перевод идет, перевод идет, а переводчики не слышат. Вот, вот микрофон, вот микрофон. Ну, просто меня потом сориентировали. Пожалуйста. Профессор Шмаков, МГУ. Значит, в свое время Горбачев создал социал-демократическую партию. Поехал к Вилли Бранту вступить в социнтерн. Вилли Брант его спросил, вы какую партию создали? Он сказал, социальные демократы. А Вилли Брант говорит, а мы социалистические. Ты не сюда приехал. И Горбачев проиграл. Но он забрал все у Аболенского. Вы знаете историю. В каком состоянии сейчас и какова судьба социнтерна после Вилли Бранта? Где интернационал? Мы ничего не слышим о нем. Я готов вам ответить. Хотя Борис Павлович, который регулярно в прошлые годы бывал на разных таких мероприятий, как являюсь ведущим функционером «Справедливая Россия». Но я как научный работник тоже могу вам сказать следующее. Понимаете, сейчас вообще международная организация в полном загоне. Если черт-те что происходит в ООН, спорят, нужно ли Совет безопасности. Что же вы хотите от социнтерна? На какой основе им, извините, вырабатывать общие решения? Есть ли общие принципы? Когда Африка идет на Европу, она уже не добивается того, чтобы Европа им помогала. Мы хотим жить в Европе. Понимаете, как же быть сейчас, так сказать, социнтерном? Поэтому сегодня социнтерн, он не является какой-либо, так сказать, значимой организацией. Он действительно, он таковой был в 70-80-е годы. Я присутствовал на некоторых, так сказать, связанных с социнтерном мероприятиях и в Европе. В общем, приезжал в Москве в Виллебранд. Я ему подарил свою книгу, кстати, о социнтерне. Обрадовался, что кто-то изучает социнтерне. Но дело не в этом. А в том, что они действительно были видны. Они занимались, я уже говорил, важную посредническую роль. Они были между Африкой и Европой, условно говоря, и Латинской Америкой. Они были между Соединенными Штатами и Россией. А внутри стран они добивались баланса экономического, социального между, так сказать, людьми, которые жили хорошо богато, и теми, кто этого не имел. Вот на этом они и держались, на этих китах. Сейчас ситуация изменилась. Вы же видите прекрасно, как неопределенен этот мир. Когда какие-то мелкие события, там история со Скрипалем, она вдруг все переворачивает. А какое все это имеет отношение к жизни людей, обычных людей в той же самой Европе? Да никакого. Вот националисты на этом и играют. Ага, они не справились. А мы вам это, мы вам обещаем иную жизнь и соответствующий явный. Поэтому они получают голоса в той же самой Австрии, которой я занимаюсь. Они вышли уже на второе место и вошли в коалицию. Сейчас они очень много будут определять. И, кстати, я уже вижу определенные вещи, которые всем не понравятся. Потому что когда Австрия и в лице Курса, и в лице лидера социалистов Штраха выступила с лозунгом, что Крым это русский, я понимаю почему. А этого никто не знает, к сожалению. Потому что у них есть свой Крым. Он называется Южный Тироль. Вот Южный Тироль это Крым. Потому что сегодня ставится вопрос о том, что Южный Тироль должен иметь австрийское, так сказать, подданство и гражданство. Он должен опять вернуться в родную австрийскую гавань из итальянской. Так что я к чему говорю. Вот такие вещи надо понимать изнутри. Они, к сожалению, не всегда видны. Но они, тем не менее, в какой-то степени очевидны для тех, кто следит каждый день. Спасибо. Да, коллеги. Сейчас я вам отвечу. Можно секундочку? Значит, я вам отвечу. Во-первых, вы не совсем точны были по поводу Михаила Сергеевича. Я думаю, что Борис Федорович скажет об этом. Горбачев не создавал партию социальной демократии. Ее создал Александр Николаевич Яковлев. Михаил Сергеевич Горбачев создал... Нет. А я был его заместителем, извините. Я был заместителем Горбачева, поэтому я лучше вас, наверное, знаю, как называлась. Партия называлась Российская Объединенная Социал-Демократическая. Это первое. Это просто факт исторический. Второй момент. По поводу социнтерна. Вы задали вопрос, давайте я отвечу. Мы же вам давали спокойно задавать вопрос. Социнтерн сегодня на самом деле потерял свое влияние. Ну, вам два примера. Президент социнтерна. Никто не знает, кроме меня, кто это, да? Это Георгиос Папандрео, бывший премьер-министр Греции и бывший лидер ПОСОК. Сегодня это человек, которого в Европе мало вообще кто знает. Он даже не является лидером никакой партии. Он является президентом социнтерна уже в шестой или седьмой год. Генеральный секретарь социнтерна Луис Аяло, гражданин Чили, занимает этот пост с 1989 года. Сегодня в социнтерне серьезный раскол. Социал-демократы Германии вышли по существу, снизили свой статус с полного члена до наблюдателей. Французы, англичане. То есть все сильнейшие европейские социал-демократические силы находятся в конфликте. Они требуют перемен, они требуют ухода вот этого, так сказать, ну, как бы обанкротившегося руководства. Но это руководство за счет поддержки со стороны, в первую очередь, африканских, латиноамериканских стран, членов социнтерна, сохраняется у власти. Вот вы можете себе представить, человек занимает руководящий пост 29 лет. Ни Брежнев, никто в Советском Союзе не мечтал о таком. Поэтому, конечно, сегодня социнтерн совершенно ни на что не влияет. Ну, эти ребята ездят по Африкам, по Ближнему Востоку, и рассказывают, какие они великие, а в Европе это ничего. Это к сожалению. Я представляю слово Владимиру Фоменко, который, как я уже сказал, занимается очень активно более левыми движениями в Европе. Он работает в фонде «Роза Люксембург», но сегодня он представляет себя в личном качестве. Пожалуйста, Владимир. Да, добрый день, коллеги, друзья. Я действительно не собирался выступать вот тут в начале, тем более с какими-то установочными вещами. Тут есть большие специалисты по социал-демократии и вообще по партийному ландшафту. И, конечно, фонд «Роза Люксембург», который примыкает, это немецкий политический фонд, который примыкает к партии Делинке, левая, это совсем другое политическое направление, вернее, примерно то же, но несколько иное. Мы не социал-демократы, а находимся левее современной немецкой социал-демократии, в левосоциалистическом спектре. Поэтому, конечно, вот такое амбициозное название «Блеск и нищета», если брать по Бальзаку, там есть продолжение. Тут, наверное, другие должны люди говорить, в частности фонд Эберт, глубоко уважаемый, и другие. Но я все-таки скажу пару своих личных каких-то соображений, наблюдений, ни на что не претендуем. Ну, во-первых, я полностью согласен. Если я немножко больше по Германии буду говорить, потому что у меня нет такого более широкого фундированного взгляда. Что касается европейской социал-демократии, западной европейской социал-демократии, я полностью согласен с оценками, которые прозвучали. Я бы даже их как-то драматизировал. Мне кажется, что социал-демократические партии, ну, в таких, например, странах, как Франция, Нидерланды и Греция, как минимум, они вообще пульверизовались, они растворяются. Их почти уже незаметно в актуальной политике этих стран и в Европейском Союзе в целом. Ну, и надо сказать, конечно, если возвращаться к социал-демократической партии Германии, то она потерпела на последних выборах историческое поражение. Это, конечно, очень неприятно говорить. Здесь никакого злорадства нет, хотя Делинки являются политическим конкурентом социал-демократов. Но все-таки это историческое поражение, довольно своеобразная правда. В результате социал-демократы оказались в новом правительстве, и вроде бы все хорошо и в порядке, но, конечно, это историческое поражение. Одна цифра, начиная с 1998 года, СДПГ потеряла половину своих избирателей. Это, конечно, катастрофический удар. Происходит что-то такое невероятное, и это, конечно, будет влиять в целом на общество, на политическую систему. В чем причина? Я, может быть, два слова о причинах. Я думаю, что причина в том, что, по большому счету, что последствия нынешней политики, неолиберальной политики, за которую, кстати, в Германии несет социал-демократия наряду с, как часть старой большой коалиции, ответственность привела к тому, что происходит массовая приватизация общественных учреждений, общественной сферы, гигантский подъем, гигантское распространение труда, который ничем не защищен, так называемого прикарного труда. Миллионы людей даже не знают, как можно работать на таких стабильных, предсказуемых условиях. Люди не могут позволить себе элементарные вещи, не могут планировать завтрашний день, не могут оплачивать отпуск. И результатом является то, что любые изменения эти люди рассматривают как угрозу, а не как надежду. Они боятся изменений и, в общем-то, идут по накатанной такой колее, которая отрицает любые изменения. В этом и результат, наверное, социал-демократов, которые потеряли голоса, как в сторону правых популистов, альтернатива для Германии. Часть ушла к христианским демократам, часть вообще не пришла голосовать. И вот, в общем, на этом я закончу эту часть и скажу два слова о левой партии. Казалось бы, левые должны были бы в таких условиях, ну, как минимум, 15, некоторые даже говорили, 20 голосов, процентов голосов получают. Но, тем не менее, они сохранились на старом уровне, скромном таком, ни на что, особенно не претендующем. Да, сейчас вот анализ результатов выборов в Бундестаге показывает, что появились новые избиратели у левой партии. Это в основном такие урбанизированные слои, новые слои, в основном молодые люди. Это очень хорошо и ценно. Но одновременно пришлось констатировать, что левые драматически потеряли голоса рабочих, трудящихся, безработных. Причём как на востоке страны, так и на западе. А это, собственно говоря, те люди, ради которых левая партия создавалась и социал-демократия создавалась. Это корневые главные темы социал-демократии, левых социалистов, коммунистов. Это вопросы социальных прав, вопросы собственности, перераспределения, вопросы, связанные с поляризацией общества на богатых и бедных, реформа налоговой системы и так далее. К сожалению, до сих пор левые и социал-демократы, и левые, и Делинка тоже выигрывали в основном культурные бои, а экономические бои в основном проигрывали, к сожалению, и не видно, за счёт чего это может измениться. Два слова о том, что может быть в будущем. Сейчас вот в левой партии, вообще о партиях. Тут, кстати, сформулирован вопрос, традиционные партнёры, судьба партии и так далее. Мне кажется, что происходит такое общее увядание партийной системы, это касается не только Западной Европы, это и Восточной Европы, вот Борис Павлович и другие говорили о результатах российских выборов. Партии увядают. Вот есть ли у них будущее? Ну, трудно судить так категорично. Наверное, конечно, есть. СДПГ, социал-демократия, это вообще, наверное, одна из скреп немецкого общества, если так говорить таким ироничным языком. Это действительно народная партия. И будет очень плохо, если она будет дальше терять, голоса растворятся, голоса будут уходить к правым популистам, к альтернативе для Германии, куда-то ещё. Это очень плохо для того духовного направления в рамках которого работает, в том числе, и фонд Роза Люксембург, демократический социализм, социализм 21 века, как бы его ни называли, я не буду в эти сейчас вещи уходить. Так вот, есть такие идеи, в частности, и в левой партии, они сейчас дискутируются активно, отходить от партии, поскольку партия показывает какую-то границу дальнейшего развития, и искать какие-то новые объединения, новые коалиции. Ну, по-немецки это называется некое объединение, замлюксбувигум. В рамках левой партии есть сейчас призывы видных деятелей на месте левой партии создать новое какое-то объединение, новое движение, в которое вошли бы социал-демократы, которые уходят из традиционной социал-демократии, куда приходили бы зелёные, куда приходили бы новые, там непартийные слои, альтернативные и так далее. Вот эта интересная вещь, она очень противоречива, на неё реагируют по-разному. Так, и вот в конце хочу одну цифру назвать, и на этом закончить. Она, может быть, не всем знакома. В ближайшее время в Германии будут выборы в двух землях на востоке, это Тюрингия и Саксония, земельные выборы. Так вот, последние опросы показывают какую-то совершенно странную вещь. Вот немецкие наблюдатели это заметили. Ди Линька, левые, с одной стороны, и альтернатива для Германии, АФД или АФГ, как её называют, работая, конечно, совершенно разными методами, в разных политических спектрах, вместе по опросам сейчас набирают более 40% голосов. И даже сейчас некоторые говорят, а может быть эти две партии, вместе, конечно, они никогда не объединятся, но тем не менее, вместе могут получить даже большинству. Но на этом я закончу. Спасибо. Владимир, вопросы есть? Да, пожалуйста. В будущем году будут выборы в Европарламент. Как вы думаете, в целом в Европе в целом демократические и социалистические силы сумеют договориться по итогам выборов, чтобы получить очень значимое представительство представительство в Европарламенте? Да, это сейчас важный этап, конечно, выборы в Европарламент, но пока каких-то объединительных, коалиционных движений между традиционной социал-демократией и левыми социалистами, объединёнными в Европейской Левой Партии, не наблюдается. И, по-моему, думают о том, как сохранить то, что осталось. Я могу добавить, что интересные цифры, я забыл об этом сказать, что всё-таки социал-демократы сегодня вторая сила в Европе на общеевропейском уровне, потому что партия европейских социалистов, это их европейская партия, занимает в Европарламенте устойчивое второе место, хотя и снизило свои результаты. А вот есть ещё там партия европейских левых и зелёных, она, кстати, на последних выборах в Европарламент по сравнению с предыдущими увеличила свой результат на 50%. Это, конечно, там четвёртая или пятая партия, но, тем не менее, динамика у европейских левых очень хорошая. Борис Сёдорович Славин. Пожалуйста. Потом Романов Борис. Я хотел уточнить, пока, Борис Сёдорович, коллеги Ваейков, Камолов и Павленко здесь? Все трое, да? Трое, да? Хорошо. После Романова тогда я представлю вам по очереди всем слов. Пожалуйста, Борис Сёдорович, ваше слово. Меня просили поговорить о России. Я всё-таки сначала хочу сказать об общих проблемах, которые здесь уже были затронуты и актуальны. Значит, почему нищета-то началась в Сал-демократии? С чего она началась? Мне кажется, по двум причинам. Прежде всего, идеологическим причинам. Отказ сначала от Маркса и его учения, а затем и от социализма как категории. Это толкнуло партию в поисках идеологии к либералам. А либералы в то время господствовали, поэтому месту социал-демократии оставалось очень мало. Отсюда сразу же вывод. Если мы хотим создать социал-демократическую полноценную партию, нужно вернуться к Марсу, нужно вернуться к социализмам. Не к тому Марсу, который приватизирован был КПРФ и неосталинистами, которые превращали его, так сказать, в диктатора, а Марса. Марса автора «Капитала» и особенно неопубликованных рукописей «Капитала». Почему Энгельс не опубликовал их, я сейчас понимаю, почему. Потому что он говорил в то время для Энгельса, наверное, чисто фантастические вещи. Он говорил задолго до Форда о возможности автоматизации производства, высвобождении людей физического труда, проблема безработицы и так далее. Сегодня мы все эти процессы видим. Дроны, автоматы и прочие вещи, сокращение возможностей для людей физического труда, преобразование самого рабочего класса из людей физического труда в наемных работников, использующих интеллект и так далее. это то, что должно быть социальной базой, так сказать, социал-демократов. Вот все эти процессы мы должны, так сказать, возродить идеологически, потому что без идеологии, которая является, говоря классиком, классик говорил, что политика есть концентрат экономики, на самом деле идеология есть концентрат политики. Если мы не дадим идеологическую базу, достаточно полную, подробную, ясную для людей, за социал-демократами не пойдут. Почему я об этом говорю? Потому что когда в России создавалась РОСДП, Российская социал-демократическая партия, Горбачёв был, так сказать, инициатором, ни от какого социализма он не отказывался. Даже после Фороса он пришёл и сказал, что я верен идее социализма. А Брандт, он цитировал, что нужно обращаться в партии со словом товарищей, слово социализм, кто не может произносить, тот не может быть социал-демократом. Так вот, это РОСДП пользовалось громадным, так сказать, успехом. Вот здесь сидят многие люди, могут подтвердить. Громадная часть интеллигенции пошла социал-демократии. В 80 регионах столицы создали свои ячейки. Около свыше 50 тысяч членов партии лично написали своё желание стать, так сказать, членами социал-демократии. Но когда увидели правящие силы, так сказать, возрастающую роль, тогда состоялся разговор между Путиным и социал-демократией. И Путин тогда сказал, как вы считаете, так сказать, как у вас идёт дела, так сказать, создание партии. Он говорит, очень хорошо. В 80 регионах, так сказать, люди пишут свои собственные заявления, так сказать, в партию, она растёт, так сказать, как на дрожжах. Уже свыше 50 тысяч членов её есть. Путин ответил, а что же вы хотите? У нас народ социал-демократический. Вот тогда-то я думал, что Путин пойдёт по этой линии. Он умеет перехватывать чужие, так сказать, лозунги. Он пойдёт. Но он пошёл по линии консерватизма, по линии, так сказать, религии, веры и так далее, и так далее. Не буду сейчас говорить по линиям традиций. Заговорил о союзе белых и красных, который никак не может у него получиться, и прочие вещи. А социал-демократия была фактически прихлопнута его, так сказать, советниками. Вы знаете, состоялся суд, и её ликвидировали. Ликвидировали эту социал-демократическую партию только потому, что где-то не досчитали, так сказать, в какой-то низовой ячейке не сосчитали энное количество, так сказать, людей. 50 тысяч. А сегодня мы знаем, что партии могут создаваться на уровне дивана. 500 человек достанут, чтобы создавать эту партию. Вот такова была и судьба. Это одна сторона вопроса со стороны верхов, если смотреть. А если смотреть со стороны низов, были ошибки у самой этой партии. Главная её ошибка, я считаю, это соединение с Яковлевской и Титовской партией социальной либерализма. То есть фактически наша партия пошла по тому же пути, что и на Западе. Переход, так сказать, к либералам. И придя, объединив эти силы, Титов тогда возглавлял, так сказать, социал-демократическую партию, социальную демократию, но потом он стал и руководителем социал-демократической партии, уже и объединённой. И когда нужно было решить главный вопрос, участвовать в выборах или нет, была вынята идея о неучастии, активном участии в социал-демократии в выборах. И таким образом политически она перестала существовать, и потом её поэтому прикрыли. Это всё нужно знать. Социальная база есть. Какая социальная база в России? Это, конечно, люди наёмного труда. С интеллектом, так сказать, люди, с высококвалифицированной рабочей. Вот, так сказать, среда, в которой нужно работать. Но ещё раз повторяю, без идеологии идти в эту среду невозможно. Сегодня кто говорит о идеологии? В основном консерваторы. Они сегодня выступают, Соловьёв, так сказать, об этом посвящает целую, так сказать, дискуссии по этому вопросу на телевидении, чтобы идеологии дальше двигаться нельзя. И опять же перехват, так сказать, лозунгов. Это мы должны всё учитывать. Несколько слов о том, как, я думаю, что может возродиться, так сказать, социальная демократия. У нас очень много говорят. Деньги тратятся. Я часто думаю впустую. Нужно начинать, как начинал Владимир Ильич Ленин. Вот тот начинал с газеты. Мы должны начинать с освоения социальных детей. Мы должны начинать с создания, так сказать, журнала. Он есть уже в электронном виде, называется «Социализм и демократия-21». Пока мало кто об этом знает, только отдельные, так сказать, люди, так сказать, пишут туда статьи. Но нужно создавать свою идеологию со своим средством массовой информации. И, конечно, осваивать социальные сети. Сегодня активная часть населения живёт в социальных сетях. Не случайно социальные сети были активно использованы на последних выборах президента России. Были созданы целые группы, которые тролли, ботов и так далее, которые продвигали одну кандидатуру, и они добились здесь успеха. Что можно сказать по поводу сторонников сегодня социал-демократических идей? Я думаю, что они сидят в этом взялой, но их мало. И в этом, конечно, не блеск, а не щита, так сказать, нашей социал-демократии. Но я уверен, что рано или поздно, так сказать, она должна возродиться. Она должна возродиться, потому что есть та социальная база, которая может её питать. Я говорю, что здесь большую роль должна сыграть интеллигенция, научно-техническая интеллигенция учителя, врачи, ну и, конечно, квалифицированный рабочий класс, который всё больше и больше становится интеллектуальным рабочим классом. Это вот та социальная база. Нужно до неё достучаться. Нельзя игнорировать её. У нас занимаются партиями ради выборов, ради, так сказать, своей карьеры. А нужно работать, так сказать, среди социальной базы. Почему КПРФ теряет свою социальную базу? Потому что Зюганов встречается с рабочими, а не работает среди рабочих. Вот в чём дело. Так мы должны перехватить у коммунистов, так сказать, вот эту вот линию, которая была классической среди нашей, так сказать, социал-демократической партии времён начала XX века. Тогда мы будем получать успехи. Вопросы, Борисович, есть? Пожалуйста. Присаживайте, Борисович. Скажите, пожалуйста, что является мотивирующим моментом, давайте обстракируемся и подумаем, чтобы выходить из Калькова, почему я, скажем так, представитель Египта, должен прийти и проголосовать за социал-демократию? Что является мотивирующим, чтобы я свой голос пришёл на дно? Ну, во-первых, она... ...вотведь, она должна ответить на самые острые идеологические вопросы. Сегодня самый острый идеологический вопрос стоит так. Либо социализм, либо конец человеческой цивилизации. Вы это должны понять. Поэтому в программе должен быть громадный удельный вес, отведённый этому процессу. Современной геополитики, куда сегодня, что из себя представляет современный капитализм? Олигархический капитализм сегодня приходит в тупик. Мы видим это. Идёт делёж, так сказать, рынков, идёт, так сказать, передел, идёт, так сказать, конфронтация резко возрастает, которая толкает нас к Китаю, а Китай, так сказать, к нам, который СИПР возгласил идеологию Восток-Запад. Конечно, это не самая лучшая идеология, но, во всяком случае, мы видим, как мир движется к этой войне. Уже никто не обсуждает, есть ли мы вступили в второй этап холодной войны или нет. Это первый вопрос. Идеологически нужно ответить на ваши проблемы, которые вас волнуют. Я взял сейчас глобальную проблему, но не менее острой сегодня стоит и проблема внутренняя. Проблема, так сказать, перехода. Ведь революция начинается не тогда. Революцию делают не бедные. Революция делается тогда, когда резко понижается жизненный уровень от того, что было. Что происходит сегодня в нашей стране. Конечно, за первые нулевые годы резко возросла, так сказать, заработная плата многих людей. Сегодня она падает. Не настолько падает, чтобы народ, так сказать, возмущался. Но есть другие проблемы. Есть проблема бюрократии, есть проблема вообще разъедающего общества, коррупции и так далее. Мы видели это на Кемерово. Вот эти вопросы, на которые социал-демократы должны отвечать прежде всего. Но я чисто фундаментарно. Спасибо. Борис очень давно занимается тоже историей социал-демократии, теорией. Да я помню, помню. Еще вопрос? Пожалуйста. Очень коротко, если можно. Извините, но вы же знаете, что в социал-демократической партии сейчас существует. Она после того, как закрыли социал-демократию Горбачева-Титова, снова Аболенский вернул себе название. Они есть. Аболенские центры в Нижний Новгород, Самара. Здесь у них ЦК, здесь программа. И они официально являются социал-демократии. Давайте ее возродим. Чего создавать новое? Они на самом деле социалистические. Я их знаю хорошо. Хорошо. Ну, во-первых, я просто коррекцию хочу. Никакой официальной программы и партии сегодня нет. Есть. Есть такая партия. Коллеги, давайте не будем спорить. Есть и есть, это хорошо. Есть отдельные представители. Ко мне неоднократно Аболенский обращался с просьбой, так сказать. Давайте дадим слово Борису Романову. Хорошо. Пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня много говорили о кризисе социал-демократии. Есть милитарев, есть другие. Есть милитарев совсем. Коллеги, давайте будем корректны. Борис Романов. Так, дорогие друзья, сегодня много уже говорили о кризисе социал-демократии, социал-демократических политических партий, которые теряют свою популярность даже в тех странах, где они всегда длительное время существовали и завоевывали большинство голосов. Но я думаю, что нужно уже говорить не только о кризисе социал-демократии как политического течения, скорее всего, надо говорить больше в целом о кризисе социалистической идеи. Эта кризис социалистической идеи возник уже в конце 20 века, по сути дела, а сейчас это наглядно проявилось. В чем это проявилось? Ну, в том, что, скажем, мы знаем, что в 20 веке конкурировали два основных социалистических проекта реально. Да, это коммунистический проект в нашей стране и в других странах социалистического лагеря и социал-демократический проект, который, так сказать, выступал как альтернатива, как демократический социализм. При этом социал-демократия, она прошла три этапа. Значит, первый этап социал-демократии после Первой мировой войны до второй – это была марксистская социал-демократия, которая отстаивала это каутские, отстаивали идеи марксизма, но критиковали большевистские методы. После военной социал-демократии, это социал-демократия, опиравшаяся на идеи уже франкфуртской декларации и социнтерна, она выступала как социал-демократия кинсианская, основанная на идеях экономиста Кейнса. Там был главный дирижизм в экономике и усиление роли государства. Это национализация части экономики. Либористы после Второй мировой войны провели широкомасштабную национализацию. Но где-то к 60-70 годам XX века эта модель, в том числе и даже в Великобритании, пришла к кризису. И далее уже возник третий вариант социал-демократии, который связан с манифестом Блэра Шрёдера. Это, так сказать, идея «Новый путь, новая середина». Это, по сути дела, уже переход к социал-либеральной, да, третий путь, да, социал-либеральный подход, где соединение либеральной экономической политики с социальными реформами. И вот эта третья модель Блэра Шрёдера сейчас зашла в очевидный тупик. И отсюда возникает вообще кризис социалистической идеи, поскольку уже и даже в документах социнтерна социализм не фигурирует. Поэтому, так сказать, очевидно, что социал-демократии нужно трансформироваться. Мне кажется, что нужно возвращаться к идеям социал-демократии вот 50-х, 60-х годов. Это социал-демократии Кейнса, социал-демократии усиления роли государства, дирижизма в экономике, так сказать, который мог бы обеспечить реальные социальные гарантии. Потому что вот сочетание этой либеральной экономики и социального государства, оно, ну, возможно, но наиболее развитых странах, и то это, так сказать, подвергается кризису. То есть происходит демонтаж социального государства. А в странах, скажем, периферийного капитализма, к которым относится и Россия, например, или страны Латинской Америки, подобная модель не работает. Это мы видим на примере, скажем, краха, допустим, партии труда в Бразилии, которая, так сказать, вообще, так сказать, погрязла в коррупции, так сказать, была отстранена от власти. Что касается России теперь, если обратиться к российской проблеме, почему в России, так сказать, социал-демократия не достигла успеха и вообще не сформировалась, хотя есть вроде бы парламентская партия «Справедливая Россия», которая, тем не менее, даже не участвовала в президентских выборах, как было сказано. Я думаю, что здесь надо в большей степени говорить даже не столько о том, почему у нас в России нет влиятельной социал-демократической партии. Надо говорить шире о проблеме становления российской многопартийности вообще. Мне кажется, что в России многопартийность – это, ну, если перефразировать классика, это вот пятое колесо в «Аземствах» было сказано классиком, пятое колесо в колеснице российского самодержавия. А вот политические партии у нас, хотя вроде бы существуют, но они пятое колесо в колеснице российской суперпрезидентской, скажем так, республики. И поэтому у нас на выборах вроде бы существует как правящая партия «Единая Россия». Она вроде бы имеет кондиционное большинство, но фаворит президентской гонки, он же полностью дистанцировался от всех политических партий. То есть она как бы не участвовала в президентских выборах, мы не слышали никаких партий, которые бы поддерживали, так сказать, победителей. Таким образом, возникает вопрос, для чего нужны партии, они что решают, даже если правящая партия как бы не играет первую скрипку. Поэтому стоит вопрос формирования нормальной цивилизованной многопартийности, так сказать. Снизу ли это нужно делать или сверху? Вот, например, идея, когда тот же Владислав Сурков, администрация президента, пытался создать двухпартийную модель «Единая Россия», «Справедливая Россия». Как бы не относиться к этому, что это было сверху формировалось, но это все-таки была попытка хоть какая-то сформировать цивилизованную многопартийную систему. Ну пусть управляем в рамках управляемой модели. Но этого не получилось. Мы сейчас отходим, так сказать, и политические партии вообще возникает вопрос непонятно для чего. Какую они роль играют? Например, сейчас «Единая Россия», так сказать, ее лидером является уже премьер-министр. А если сейчас будет новый премьер-министр, что этого нового премьер-министра назначат лидером «Единой России», что ли? Понимаете, как же партия, которая фактически правящая, но не имеет своего лидера. Поэтому я думаю, что российским социал-демократам нужно искать путь объединения всех сил. Сейчас называли группы Аболенского, другие. Есть разные группы, которые выступают за создание социал-демократической партии. И я думаю, что нужно заново снова, так сказать, воссоздавать социал-демократическую партию с учетом того, что, скорее всего, справедливая Россия, она будет как-то переформатироваться. Потому что сейчас она зашла в тупик, она в кризисе, и уже власть утратила к ней интерес. Поэтому из остатков, может быть, справедливой России, которой там тоже есть определенный потенциал, и независимых гражданских социал-демократических инициатив, с ним существует масса различных групп, которые, так сказать, оргкомитет социал-демократов еще существует. Я слышал еще какие-то группы социал-демократических активистов. Должны, так сказать, создавать организацию. Но для того, чтобы создавать эту организацию, нужно определиться, опять же, с идеологией. То есть, либо это будет идеология социал-либеральная, или это будет, как говорил правильно Борис Федорович Славин, идеология демократического социализма. То есть, альтернативная олигархическому капитализму и капитализму вообще. Спасибо. Спасибо, Ваше. Теперь я, как бы, стоял слово Михаилу Ивановичу Воейкову, заведующему сектором политической экономии Института экономики Ирана. Пожалуйста. А потом я бы попросил подойти Олега Олеговича Камолов. Здесь, да? Олег Олегович здесь? Да. И потом, после него, Юрий Григорьевич Павленков. Так, спасибо. Пожалуйста. Вообще, проблема уже давно обсуждается, но лет 20 назад, когда был такой профессор Зарасов, Салтан Саварбевич, который организовал одну из первых социал-демократических партий еще в советский период, ну, Горбачевский, он правильную мысль сказал, почему социал-демократия так вот не блещет, да? Гламуру мало, как написано по-английски. А потому что все задачи, которые она ставила в начале 20 века, они выполнены. Восьмичасовой рабочий день, пособие по безработице, социальное страхование и прочее, прочее. Я прочитаю слова Вилли Бранта. Современные социал-демократы вполне согласны с традиционной целью своей партии. Это утопия социального строя без эксплуатации, без унижения, без нужды. Общество свободных и равных, в котором свободное развитие каждого и каждой немцы отделяют мужчин и женщин, является условием свободного развития всех. Вообще, последняя фраза – это пересказ манифеста Коммунистической партии. Но, в принципе, можно сказать, что вот эти все требования почти, ну, если слово эксплуатация убрать, то почти все выполнены. Я хочу это показать на примере государства. Если либеральная экономическая концепция считала и считали, что государство должно быть минимальным, что оно должно вообще не мешать бизнесу и вообще людям жить. То за весь 20-й век, по признанию самих этих либеральных экономистов, государство стало всеобщим. Вот я зачитаю. Один американец Хиггс пишет. «Конец 19-го, весь 20-й век был периодом беспрецедентного роста полномочий государства, находящихся в его распоряжении ресурсов и масштабов его вмешательства в экономическую и частную жизнь граждан. Государственные чиновники, даже простое перечисление многочисленных полномочий государства займет несколько томов, потому что его влияние затрагивает все – фермы, заводы, магазины, жилища, школы и больницы, науку и технологии, даже отдых и развлечение». Это про Америку пишет. Другой американец пишет. «Федеральная провинция ежегодно издает тысячи страниц правил, регулирующих все – от загрязнения подземных вод до проверки куриного поголовья в домашнем хозяйстве». Он пишет, что он живет в одном квартале, где на любое изменение внешнего вида наших домов от цвета окон и храм и размеров цветочного горшка надо получить разрешение Комитета по архитектуре. Понимаете, это в Советском Союзе не было указаний от государства, какой у вас должен быть цветочный горшок на окне стоять, и сколько кур должно быть в этом самом домашнем хозяйстве. Более того, вот меня это поразило, другой американец пишет. «Министерство сельского хозяйства США в настоящее время требует, чтобы каждая замороженная мясная пицца содержала не меньше, по меньшей мере, 10% мяса». Понимаете, это государственный норматив. А где рынок тогда в США, спрашивается. Ведь если рынок, как учат либеральные экономисты, невидимая рука рынка делает так, что производитель некачественной пиццы с малым количеством мяса, от него потребитель должен отвернуться и покупать пиццу, где мяса побольше будет. И невидимая рука рынка наведет. Нет. В Америке, в США, пожалуйста, Министерство сельского хозяйства выпускает норматив, по которому заставляет всех частных производителей следовать производстве такой ерунды, как пицца. То есть все те требования, которые социал-демократы когда-то ставили перед собой, они, пожалуйста, в США и выполняются. Я бы хотел еще привести тут, вообще-то, кто был первоначальным социал-демократом. Вот если читать Вилли Брандта, то он упоминает Бисмарка, немецкого канцлера. И вот он приводит слова Бисмарка. Что Бисмарк пишет, я же с самого начала говорил, что государство не может существовать без наличия некоторого социализма. И вот этот самый, если сейчас государство в США уже регулирует все, начиная от куриного поголовья в хозяйстве и размеров цветочного горшка до пиццы, сколько там в пицце должно быть мяса и прочего, то вообще говорить о том, что рынок там остался и что-то делает уже просто бесполезно. То есть все эти требования, которые социал-демократия перед собой ставила, они выполнены жизнью. Там, конечно, сейчас появляются новые требования, здесь о них уже говорили. И социал-демократии, надо уже о них задуматься. Я имею в виду миграцию, особенно в Европе, но и в России тоже эти проблемы возникают. Но самая главная проблема, которую перед собой социал-демократия ставила, она выполнилась. Причем выполнилась не тоже благодаря социал-демократии и другим левым партиям, но выполнилась, скажем, и тем партиям, которые всегда были у власти. Ну и напоследок я бы, зачитая одну цитату, а вы подумайте и угадайте, кто ее сказал. Как бы то ни было, но факт есть факт. В нашей стране мы просто не можем позволить себе роскошь иметь ориентированную на прибыль экономику, которая хотела бы быть более американской, чем сами американцы. Кто это сказал? Не Рузвельт, это сказал Вилли Брандт, 8 мая 1949 года. Спасибо. Вопросы по-настоящему? Советский, русский, да? На небольшом рассвета она достигла только тогда, когда не было никаких вкладов. У нас была в один круг, в один круг, так скажем так, и получались максимальные результаты, в том числе и для населения. Может быть вообще от партии отказаться? В каком виде идеологии представить? Я не готов сказать. Ну вот в этом у меня заключается вопрос. Может вообще партия не нужна, нужна идеология? А как она будет реализована, это вопрос, наверное, уже к вам. И если вы согласны с этим, если нет, то оппонируйте, пожалуйста. Спасибо. Я понял вопрос. Ну, конечно, большим начальникам лучше бы жить без партий всяких, удобнее. Но если мы из сал-демократия все-таки ставим свободу и демократию превыше всего, то есть каждый, как Роза Лексимбург говорила, социализм и демократия – это тогда, когда есть свобода у инакомыслящих. И общество, если в обществе есть инакомыслящие, есть дискуссии, есть противостояние мнений, тогда общество найдет правильный путь своего развития. А когда во главе общества стоит диктатор, да, гениальный диктатор может на какое-то время вывести страну, навести порядок. Но долго так не протянет все. И мы сами знаем в России на опыте и Советского Союза, и до Советского Союза, что у нас были диктатуры, на какой-то период порядок наводился, но потом все кончалось довольно плохо. Наверное, муж, потому что умирал диктатор. Спасибо. Ну, понимаете, он становится старый, а старый диктатор намного хуже молодого. Любой диктатор умирает. Товарищ, очень бессмертно. Пожалуйста, я сейчас представляю слово Юрию Григорьевичу Павленко, институту. А? А, Камолов, пожалуйста. Нет проблем. Но я вот, коллеги, хотел бы в дополнение к вашему вопросу просто сказать, что на самом деле, если вы посмотрите на историю 20 века, когда большинство государств стали переходить к многопартийным системам, они остались очень устойчивыми. А Россия за 20 век, если вы помните, пережила два огромных кризиса, революции и распады государств. Поэтому разговор о том, что у нас так все было успешно, я бы поостерегся. Все-таки надо все-таки... Но, тем не менее, оно распалось дважды. Сами эту войну и придумали. Может, для вас-то мелочь сама? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Олег Камолов, старший научный сотрудник Института экономики РАН. Мне представляется, что в социал-демократическом движении всегда очень остро стоял следующий предмет дискуссии. Вот реформа или революция? Последовательное, постепенное изменение, улучшение, реформирование или же резкая смена системы, кардинальное ее переустройство. Вот сегодня на Московском экономическом форуме, на днях на Санкт-Петербургском экономическом конгрессе звучало много предложений по реформированию нашей экономики. Известные профессора, академики озвучивали очень много здравых идей, каждая из которых действительно заслуживает обсуждения и вполне вероятно смогла бы сдвинуть ситуацию в нашей экономике с мертвой точки. Однако возникает вопрос, а кто будет осуществлять все эти реформы, есть ли в нашей стране какие-то силы, социальные, политические или экономические, которые, во-первых, заинтересованы в этих переменах, а во-вторых, способны их реально реализовать на практике. И мне, к сожалению, представляется, что в современной России таких сил нет и надежд на реформы у нас просто не остается. Я бы хотел сегодня проиллюстрировать эту ситуацию на примере некоторого эмпирического материала о российской экономике в контексте трансграничного движения капитала. Вот сейчас на слайде представлена всем известная статистика, не знаю, насколько видно, это данные по чистому оттоку частного капитала из российской экономики. Это чистый отток, то есть разница между притоком и оттоком, и обратите внимание, что это практически всегда положительная величина на протяжении последних 20 лет. Только накануне кризиса 2008 года мы видим два года, 2006-2007 год, когда в Россию приходил иностранный капитал, но это накануне 2008 года, накануне мирового финансового кризиса, когда западные рынки, уже извините за выражение пухли от притока финансовых активов, надувались пузыри, и капитал стал переходить уже из центра на периферию. Но ситуация отыгралась очень быстро, за восьмой год мы потеряли 150 миллиардов долларов, а в 2014 году еще больше, за один год только ушло из нашей экономики денег. Куда же уходят эти активы? Ну, опять же, не открою Америку, уходят они в офшоры, обратите внимание, на слайде представлена структура оттока капитала из российской экономики. То, что в статистике Центрального банка именуется исходящими инвестициями, на самом деле на 70% входит или в классические островные офшоры, то, что известно нам в плане всяких Каймановых островов, Бермудов и прочих юрисдикций. И еще в значительной степени, это красные кусочки этих столбиков, деньги уходят в так называемые офшоропроводящие страны, в такие перевалочные пункты капитала, где они не остаются, а уходят дальше и превращаются в покупку иностранных вилл, футбольных клубов, яхт, островов. Это такие страны, как Швейцария, Великобритания, Австрия, Нидерланды, ну и другие финансовые центры мировые. Возникает вопрос, вот 70% из России капитала уходит вообще непонятно куда, это не является инвестиционным приложением денег, это не возвращается в Россию в виде каких-то дополнительных доходов, нет, капитал в одностороннем порядке уходит из России. И вопрос, является ли эта проблема для России уникальной? Нет, не является. Россия, представляя собой часть мировой периферии или полупериферии, это уж в зависимости от того, как мы ранжируем страны, находится вот в рамках этих общих закономерностей. Очень характерная таблица, обратите внимание, здесь страны по методологии Валерстайна ранжированы по принципу «центр-периферия». Обратите внимание, по такому показателю, как соотношение совокупного внешнего долга к ВВП, развитые страны центра мирового капитализма значительно опережают страны периферии. У всех развитых стран мира высокий уровень внешнего долга, у некоторых там достигает почти 300% ВВП, а страны периферии, наоборот, выступают в данном случае как страны, не привлекающие долги, а наоборот, выступающие в роли кредиторов центра. То есть, очевидно, капитал идет из периферии в центр, периферия выступает кормовой базой для экономик центра. Вот еще один график, который, в общем, показывает, откуда эти деньги берутся. Красная линия, которая идет в зоне положительных значений, это совокупная платежная сальда, сальда платежного баланса стран периферии. Оно положительное, оно стало чуть-чуть падать в условиях кризиса, потому что упали экспортные доходы стран. Но практически зеркально мы видим отрицательное сальдо торгового баланса стран центра, то есть, фактически, страны центра должны странам периферии. И этот отток капитала идет в одностороннем порядке, из периферии в центр. Возникает вопрос, что же с этим делать и как с этим бороться, и можно ли бороться вообще. Вот послушать наших высших чиновников, и президента, и премьера, до кого нет, не все говорят про необходимость привлечения иностранных инвестиций, про необходимость возврата капитала в Россию, его репатриации. Недавно президент объявил о программе, дай бог памяти, ну, в общем, создаются благоприятные условия для того, чтобы капитал возвращался в Россию, амнистия капитала. Но что-то не очень получается, потому что, на мой взгляд, это все пустые слова, которые совершенно не соотносятся с действительностью. Российскому правящему классу выгоден отток капитала и крупному бизнесу, олигархам, и государственным деятелям, чиновникам. Почему? Потому что это позволяет нашей периферийной экономике достичь очень важной цели, которая перед ней ставится ее местом в международном разделении труда. Как и всем другим периферийным экономикам, российской экономике, российскому государству в рамках проводимой экономической политики выгодно искусственно занижать курс национальной валюты. Курс российского рубля вдвое занижен относительно паритета покупательной способности, и это позволяет делать российский экспорт более конкурентоспособным. То есть, фактически, страны периферии выступают друг с другом в борьбу, в конкуренцию за право продать свой товар странам центра. И поэтому приток капитала в эти страны очень невыгоден и неприемлемый, он будет означать укрепление курса национальной валюты. Поэтому все страны периферии активно от своего капитала избавляются. Государство не препятствует вводу капитала из Китая, из Индии, из Бангладеша, из России, из других периферийных стран центра. Да более того, и сами это делают. Обратите внимание на очень характерный слайд. Вот синие столбики на нем, это столбики с первого. Слайды, они показывают частный отток капитала. А линии, зеленые и красные, показывают те инструменты, с помощью которых государство само выводит капитал из нашей страны. Зеленая линия показывает выплату государственного долга. 150 миллиардов долларов он составлял на конец 90-х годов, а сегодня существенно снизился. Около 16% ВВП, очень низкий уровень относительно стран центра. Я уже заканчиваю, это фактически последний слайд. Вывод капитала путем выплаты государственного долга. И красная линия. Центральный банк активно наращивает золотовалютные резервы, выкупая доллары на валютном рынке, создавая искусственный дефицит доллара, искусно завышая его курс. И, естественно, откладывая эти доллары в резерв, также выводит их из страны. Фактически это тоже отток капитала, только государственными каналами. И если все это объединить, государственный и частный канал оттока капитала, то мы увидим, что за 20 лет из России было выведено более 1 триллиона долларов. В одностороннем порядке они не были вложены в наше развитие, они были инвестированы в экономики западных стран и работают на их инфраструктуру, на их экономику. Отсюда возникает вопрос, можно ли решить эту ситуацию реформами. На мой взгляд, нельзя. Здесь нужно коренное, фундаментальное, тектоническое перестроение этой системы и рассчитывать на волю правящего класса, к которому мы часто обращаемся на таких конференциях. Мне кажется, было бы не совсем дальновидно. Спасибо. Спасибо. Юрий Григорьевич Павленко. Давайте, да, коллеги, только коротко, пожалуйста. Кто хотел, пожалуйста. Митрофанов Михаил, профессор-работник ФРАН. Скажите, но ведь такое тектоническое движение тогда должно быть в общемировом масштабе. Оно бесполезно внутри страны. Я неправильно понимаю? Скажем так, оставаясь в рамках международного разделения труда, оставаясь в рамках ВТО и сохраняя политику по либерализации потоков капитала, товаров и услуг, мы не сможем преодолеть эту ситуацию. Для того, чтобы коренным образом поменять ситуацию в экономике, нужна в определенной степени автарки, нужен расчет на собственные внутренние ресурсы. Они у нас пока есть и интеллектуальные, и финансовые, и промышленные. Но, опять же, это в полной мере противоречит позиции правящего класса, который свое будущее ассоциирует с Европой, с Соединенными Штатами, и, конечно, не будет с ними ссориться, вступать с ними в конфликт. Здесь они только, ну, зарабатывают, слово не подходит, получают деньги, а тратят и хранят их за рубежом. Мы для них лишь только кормовая база. Спасибо. Всё, коллеги, да? Вот девушка. Подождите, можно спросить? Давайте ещё один вопрос, коллеги, потом оставим вопрос. Самарский университет, профессор кафедры. Я хотела спросить, а почему вы не исследовали, сколько инвестиций из-за рубежа поступлено здесь? Вот, посмотрите, первый слайд – это чистое движение капитала. То есть, да, конечно, есть капитал, приходящий в Россию, есть в их исходящий, но разница между ними за 20 лет составила триллион долларов не в нашу пользу. Мы отдали миру больше, чем от него получили. Вот и всё. Но в последнее время тенденция такая, что в нас вкладывают. А что в последнее время? Не расслышал. Инвестиции зарубежные увеличиваются. Ну вот, посмотрите, положительное сальдо платёжного баланса сократилось, да, ток капитала снизился, но, извините, и цена на нефть снизилась, нечего стало вывозить. Конечно. Пожалуйста. Я представляю слово Юрий Григорьевич Павленко. У нас ещё осталось из запланированных докладчиков два человека, это Геннадий Владимирович Гудков и Олег Молчанов. И потом я представлю слово желающим, но уже более сокращенный регламент. Я прошу прощения. Уважаемые коллеги, так получилось, что я прослушал некоторых своих коллег, товарищей, и хотелось бы... То есть они вписываются, собственно говоря, в мои тезисы. Ну, начиная с профессора Ваейкова, когда он говорит, что социал-демократия... Решены были те проблемы, которые ставила социал-демократия, и поэтому, так сказать, она потеряла смысл. Но я это формулирую так. Социал-демократия – это партия индустриального капитализма, развитых стран. Это отношение к Камолову, то, что он сказал. Именно развитых стран, а не просто всех стран. Потому что действительно существует такая архитектоника мировой экономики, когда развитые страны паразитируют на остальном мире. Дальше. Второе, значит, связанное с этим. Дело в том, что есть такое выражение, один товарищ произнес его, что социальное согласие в обществе капиталистическом возможно только тогда, когда капиталист напуган. И в этом смысле здесь, вот, к сожалению, об этом не говорилось, что многие успехи, так сказать, социал-демократии в западном мире в 20 веке, они в значительной степени определялись вот тем давлением, существования Советского Союза и тем страхом перед большевистским влиянием, которое, естественно, существовало. Включая вот известный новый курс Рузвельта в 30-е годы. И вот как пример можно привести, например, шведская социал-демократия, которая находилась у власти с начала 30-х годов. Я посмотрел статистику, оказывается, Швеция лидировала по интенсивности забастовочного движения в 20-е годы. А в результате социал-демократического консенсуса, который, так сказать, образовался, она уже перестала лидировать и уже в 50-е годы, там, 40-е и так далее, и так далее, вырулила в совсем другое направление. Теперь еще один тезис. Дело в том, что, вот мне кажется, что любая партия, так же, как любая организация, как любой живой организм, имеют, как бы, свой жизненный цикл. И здесь очень важно, вот здесь профессор Славин Борис Федорович говорил, вот надо обновление и так далее, и так далее. Мне кажется, это очень сложная задача, вы понимаете, войти в реку дважды. То есть, вот под, так сказать, вывеской социал-демократии решать какие-то, продолжать решать проблемы. И я сосредоточил свое внимание на том, на будущем, а какие, собственно говоря, проблемы может решать социал-демократия. И здесь мы видим, когда мы говорим о постиндустриальном обществе, оно действительно в развитых странах формируется, Мы забываем о политэкономическом аспекте, о политэкономических отношениях в этом постиндустриальном обществе. А суть заключается в том, что в этой, в экономике знаний, в обществе знаний, уже, вот, собственно говоря, отношения наемного труда, они, вы понимаете, сковывают рамки развития общества и экономики. Потому что люди, занятые интеллектуальным трудом, это так называемый специфический капиталом, обладающие знания, они уже не могут работать просто как наемный работник. Здесь уже отношения объективно должны выстраиваться, партнерство между, допустим, капиталистом или владельцем капиталом и, так сказать, этим наемным работником. Тот же капиталист уже должен делиться сверхприбылью, потому что вот эти инноваторы, так называемый, креативный класс, люди, обладающие знаниями, они создают сверхприбыль. И это проблема. И эта проблема, мне кажется, должна решаться как раз вот в будущем в переформатировании производственных отношений в обществе. Уже, и, кстати говоря, здесь же, сюда же входят и вопросы идеологии. Если социал-демократы не стеснялись, они говорили, что мы строим общество потребления. С моей точки зрения, общество потребления так же уходит в прошлое, как и индустриальное общество. Постиндустриальное общество – это не общество потребления, это общество творчества, это инновационное общество. Понимаете, это очень сложная вещь, не всегда люди понимают. Я вот задаю некоторым вопрос, вернее, тезис такой высказываю, что культурный человек не нуждается в богатстве. Ну, примерно половина со мной согласна, а может даже больше. Потому что нормальный человек нуждается в благосостоянии, но он не нуждается в роскоши. Роскошь, богатство – это атрибут прошлого, когда человек, если у него не было куска земли, например, то он считался каким-то там разночинцем второго сорта. Кто сейчас интересуется, есть у человека земля или нет? Сейчас интересуется деньгами. Но я думаю, что общество будет развиваться таким образом, что вот это вот расслоение, я почему это говорю, потому что у нас часто самая актуальная, собственно говоря, проблема – это проблема неравенства. Но мне хочется поставить эту проблему неравенства на объективной основе. Не чисто морализаторство, как нехорошо и так далее, а на воспроизводственной основе. Неравенство неэффективно с точки зрения воспроизводства и с точки зрения производственных отношений, которые диктуются постиндустриальным обществом. И завершая, я хочу сказать, что мне кажется, что социал-демократии следует обратить внимание на, может быть, положительный пример Китайской коммунистической партии. В каком смысле? Оставив, так сказать, свой бренд, Китайская коммунистическая партия, она, зная, какие задачи перед ней стоят, зная, в каких сложных, конкретных условиях, не буду рассказывать, она находится, она находит выход, то есть предлагает очень интересный путь, направление, и, в общем-то, народ ее поддерживает. То же самое, мне кажется, можно было бы, так сказать, не копируя, естественно, делать и нашей российской социал-демократии. Спасибо. Спасибо. Я бы добавил, что, кстати, Китайская коммунистическая партия, она ведь, между прочим, до последнего времени тоже исповедовала принцип смены руководства. Это, конечно, был не демократический способ, но, тем не менее, в течение последних 20 с лишним лет регулярно менялось руководство. И, кстати, я недавно прочитал очень интересные цифры, как менялся рост ВВП, и самые высокие изменения роста ВВП пришлись на время Худзинтао и Дзяньзиминя, порядка 300-400 процентов. У Си Цзиньпиня, кстати, только 80 процентов за его период правления. Спасибо большое. У меня вопрос. Вопрос к вам, извините. Да, пожалуйста. Ну, я согласен с вами, что мы идем к будущему, где главную роль будет играть творчество, знания и так далее. Ну, во-первых, этот путь еще далек, что сегодня центр тяжести эксплуатации переносится, так сказать, с севера на юг, этого нельзя отрицать, я имею в виду африканские страны и так далее. Так что прошлые проблемы, они остаются. Ну, а во-вторых, то, что я хочу сказать, что да, общество потребления – это некий промежуточный этап развития человечества, что на смену ему должно прийти, так сказать, реальное гуманистическое общество. И к этому толкает нас развитие производительных сил. Переход к дронам, автоматизации и так далее. Но вот этим и должна заняться социал-демократия. Она должна показать это знамя, во имя чего идет. Знамя, которое не выдуманное, а знамя, которое базируется на реальных, так сказать, движениях современного общества. Да, потребительство зашло в тупик, мы это видим и на нашей стране. Вот. Ну, что вместо потребительства? Конечно, творчество, конечно, всестороннее развитие личности, конечно, интеллект, конечно, креативщина и так далее. Это и должно быть предметом социально-демократии. Вопроса нет, вы просто подтвердили доклад, дай тезис и выступали. Я просто одно слово скажу, Борис Федорович. То, что я бы дополнил к тому, что вы говорили, речь идет о том, что нужны механизмы вот этого перехода. Вы просто сказали, вот мы там к социализму, там к маркетингу. Очень сложно вот эти тонкие механизмы. Я считаю, что это очень длительный будет процесс посткапиталистического развития. Но мы в начале пути. Спасибо. Геннадий Владимирович Гудков. Коллеги, у нас очень большой дефицит времени. Давайте, у нас в конце останется время. Еще два докладчика, еще желающие выступить, а времени очень мало. Поэтому я помню о вас. Вы обязательно время будете, я вам дам слово. Геннадий Владимирович. Геннадий Владимирович Гудков, депутат в трех созывах, да? В четырех. В четырех созывах Государственной Думы. Пожалуйста. Ну, вы знаете, я так внимательно слушал, в общем, всех докладчиков. Но я хотел бы обратить внимание на следующие вещи. Мы как-то привыкли говорить о чужих проблемах там в Европе. Партии угасают, социал-демократия проигрывает. Нам бы дорасти до этой Европы, чтобы у нас вообще партии появились. Они не просто, им еще до угасания далеко, у нас их просто нет, партии. Нам бы, как говорится, вообще их создать. Вот обратите внимание, я при всем уважении к Московскому экономическому форуму, кто у нас присутствует в зале? Эксперты, выступающие и энтузиасты. Неинтересно. Ни блеск неинтересен, ни нищета социал-демократии. Почему неинтересно? А потому что в России нет политики, она уничтожена. И споры между социал-демократами, христианскими демократами, либерал-социалами, как угодно называйте, носят примерно такой же спор, как спор, так сказать, людей вокруг фасона обоев при непостроенных стенах. А что строить-то? Стены нет. Ну, можно сколько угодно спорить, какие шторы вешать и как они будут сочетаться с цветами с полом и потолком. А если ничего нет, что строить, что вешать? У нас вот сейчас вот там круглый стол от развития к деградации, от деградации к развитию, я уж не знаю как, потому что, по-моему, кроме деградации в экономике я ничего не вижу. Мне кажется, больше соберёт участников. Они хоть там иллюзиями себя тешат, что можно как-то развить систему экономики при деградирующей политической системе и узурпации власти. Безусловно, конечно, исторические споры важны, историю знать надо. Но и надо на ней циклиться, и как там называлась партия, и кто кого куда послал. Вы знаете, это никому не интересно. Социал-демократия, конечно, есть абсолютно объективная причина, почему социал-демократия в России не развивается. Понятно, что причина – это отсутствие условий для политической деятельности, отсутствие условий для политической конкуренции, отсутствие лидеров, которые выковываются в политической борьбе, которых у нас нет. Раз борьбы нет, значит нет и лидеров. Поэтому мы с вами находимся даже не в начале пути, я даже не знаю, как это назвать. В общем-то, по большому счёту, тут говорили, какие исторические поражения были у России. Я думаю, что главные два поражения было у России. Это в 1905 году, когда царь отказался сдать власть в учредительном собрании, могла быть другая мировая история. А вторая, когда в 1993 году была расстреляна российская демократия, окончательно похороненная, и была принята царство монархической конституцией, поставившей, по сути дела, крест на российской демократии, что мы сейчас с вами прекрасно наблюдаем. Просто потребовалось некоторое время в номенклатуре восстановить своё господство и убить все демократические институты, которые в России существуют. Поэтому без смены власти, без построения основ демократического общества никаких перспектив в стал-демократе в России нет и не будет. Совершенно очевидно. Тем не менее, стал демократикой, как это ни парадоксально, и я говорю для энтузиастов, лекторов наших и экспертов, является самой массовой идеологией среди тех граждан России, которые вообще имеют какие-то идеологические воззрения. У нас примерно 30% считают себя приверженцами какой-то идеологии, 70% говорят, а нам всё по барабану, лишь бы, так сказать, вода из крана лилась, и можно было бы колбасу с хлебом купить в магазине. Вот из этих 30%, которые как-то определились в своих политических мировоззрениях, самая большая группа, это относит себя к социал-демократии. Вот не к коммунистам ортодоксальным и не к приверженцам Путина, и даже не к националистам, что это многих иногда пугает, а вот к социал-демократии. И обратите внимание, вот эффект Грудинина, я хотел бы сказать. Только что мы с ним встречались, беседовали, он находится здесь, в этом комплексе, договорились продолжить эту дискуссию. Вот пришёл нормальный, вменяемый, адекватный человек, я его давно знаю хорошо, человек, который очень много сделал, будучи капиталистом, для своих сотрудников. Построил прекрасные комплексы, дворцы, культуры, спортивные сооружения и так далее, и тому подобное, квартиры своим сотрудникам почти всем дал, и так далее. То есть не разложил в карман прибыль, которая свалилась ему, как владельцу огромного куска самой дорогой земли в Подмосковье, а вот он ещё и вложил огромные средства в социальную инфраструктуру. Вот только он заявился, сразу был эффект, потому что все увидели нормального, уменяемого человека, который не ходит с Харуговыми, так сказать, в день рождения Сталина, не кричит о том, что ГУЛАГ – это порядок, и, так сказать, давайте вернём этого палача и упыря на трон. И был эффект вот такой, который люди поверили, подумали, говорили, будем голосовать за Грудинина. И если бы Павел Николаевич, при всём моей любви к нему лично, как к личности, остался бы самим собой, а не стал бы вот поддакивать, подвякивать вот этим сталинистам и говорить о внешнеполитической повестке, а не говорить о том, что можно сделать в нормальной стране при гигантских природных ресурсах, он бы даже при вот этих фальсификациях и прочих, так сказать, административных ресурсах взял бы, наверное, раза в два больше голосов, потому что люди хотят иметь нормальные социальные государства, не ворующие, которые подконтрольны и которые могут предложить высокие стандарты жизни. Вот мы говорим там о кризисе партии. Я как-то имел дискуссию с одним известным, не буду называть фамилию, царедворцем. Он говорит, Геннадий, да какие партии? Ну что партии? Вот давай по-честному. В мире существует два типа партий. Партии более высоких налогов и партии менее высоких налогов. И они друг друга сменяя обеспечивают баланс интересов. Приходит партия капитала, которая начинает снижать налоги, начинается экономический рост. И идет экономический рост, появляется разделение в доходах, приходит другая партия, которая начинает это выравнивать. И вот в этой смене есть диалектика экономического развития. Когда говорят о кризисе партии, мне немножко, так сказать, я понимаю, да, наверное, там, ассоциализм партии не исчезнут никогда, потому что это единственный универсальный механизм формирования государственной политики. Другого нет ничего. Ну, будут они в интернете, будут они в виртуальной действительности, все равно останутся структурой, которая ставит свои задачи формировать политику и добиваться через механизм государственной власти ее реализации. Ничего другого нет. Поэтому социал-демократия в России востребована. Она никем не представлена. И я сказал, что не только условий нет, нет лидеров. Посмотрите нашу аудиторию. Где у нас молодежь? 30-40 лет? Вот, одна рука. Еще вот замечательная девушка сидит, которая поручена сидеть на всех наших мероприятиях, начиная там от китайской пути развития, кончая блеском и ничьей социал-демократии. Нет молодежи, нет молодых лидеров, они не появляются, все поляны вытоптаны. И еще почему нет социал-демократии? Нет ресурсов. Вот либеральные, так сказать, там круги, у них есть какие-то ресурсы, какие-то СМИ, какие-то деньги, какие-то сторонники. А у социал-демократов, ну, более нищие, так сказать. А в условиях тотального вытаптывания политической поляны и даже минимальных ресурсов социал-демократов не могут найти, чтобы объединить. Вот мы пробовали, Плехановский клуб, ну да, собираем примерно ту же самую аудиторию и друг друга убеждаем в том, что социал-демократия и будущее. А может быть у нас и в России и вообще будущего и нет. Вот сейчас говорят, а что будет дальше? Ну, кто виноват, понятно. Узурпация власти, которая происходит в России на протяжении последних, возьми, там, шести, наверное, веков, это главная причина наших всех трагедий, многомиллионных жертв, поражений, стратегического отставания от Запада и так далее. Другой причины нет. Только узурпация политической власти. Когда мы там избираем или формируем очередного царя, молимся на него, он постепенно превращается сначала в бронзовую фигуру, а потом в какого-нибудь там тирана, палача, диктатора и еще что похуже. Хотя не знаю, что может быть хуже. Что делать? Вот сейчас мы видели замечательные, в кавычках, выборы нашего президента, как из ружья народ шел, голосовал за сильного лидера, который сможет прочитать Западу. Да, кто у нас вообще сегодня на этом фланге, на левом? Ну, КПРФ. Серьезно относить КПРФ к социал-демократии нельзя. Это ортодоксальный коммунизм, в худшем плане этого слова, который адаптировался к этим условиям, найдя смычку с действующей властью в имперских амбициях, эксплуатировать имперские амбиции. И вот ортодоксальное видение мира, которое там присуще определенной части нашего населения, все еще не расставшимся с идеологией СССР, к сожалению. Поэтому там есть социал-демократы, но они никакую погоду там не делают, они там ни на что не влияют. И великолепный ход Зюганова, который, с одной стороны, знаете, беспроигрышная партия. Я вот начальник штаба Грудинина, если Грудинин наберет много голосов, это что я? А если он наберет мало, я же вам говорил, что лидер должен идти, а не какой-то там Грудинин, даже такой вот замечательный, симпатичный и современный. Давайте побольше поговорим. Второе. Справедливая Россия. Забудьте это сочетание. Все. Надо, так сказать, молча, не чокаясь, выпить. К этому все шло, об этом мы давно говорили, это произошло. Левый фронт. Ну, что такое Левый фронт? Группа вокруг Сергея Удальцова, там есть ребята талантливые, был там Шаргунов, был там Захар Пролепин, сейчас, может быть, и есть. Но у них, понимаете, они шарахаются от национализации и конфискации до имперских амбиций для восстановления империи. Поэтому, по большому счету, сегодня на этом фланге вообще ничего нет. И все попытки там создавать, они обрекаются, они еще сталкиваются с сопротивлением властей. Почему? А власть хочет самой имитировать социальное государство. Вот раздавать подачки, у нас же народ привык к подачкам от государства, раздавать подачки, таким образом покупать лояльность и как-то сглаживать противоречия. Поэтому еще огромное сопротивление самой власти. Мы попробовали с Глебом Фетисовым сделать социально-демократическую партию. Его посадили через три недели на полтора года, Руслана Кутаева, который у нас занимался в Кавказе, посадили через два месяца на четыре года. И там были другие санкции в отношении наиболее активных членов. Я не знаю, почему я еще на свободе, но, видимо, это какой-то, как говорится, это не чья-то, не моя заслуга, а чья-то недоработка. Вот поэтому вот так у нас реагирует власть на попытку создания массовых социально-демократических партий. Что делать и что может быть представлено в ближайшее время? Ну, совершенно очевидно, что вот тот протест белоленточков, который выдвигал политические требования честных выборов, демократической страны и так далее и тому подобное, он выдохся. Он выдохся потому, что он сломлен. Кого-то там посадили, кого-то убили, кого-то выдавили из страны, кому-то закрыли рот, заткнули и так далее. То есть политических требований, как сейчас таковых, нет. Ну да, есть какая-то пропорция людей, но очень незначительная, которая не может сейчас повлиять, не может плетью перебить вот этот обух власти административной, захваченной вот этой системы захвата власти. Поэтому совершенно очевидно, что будет развиваться массовый социальный протест, экологический протест. Мы смотрим и видим, что творится в Волоколамских, что творится там в Коломне, что творится в других, в Ногинске и так далее. Мы видим, что экологические протесты, социальные протесты, протесты в дворах, протесты против локальных каких-то действий власти будут нарастать. На Кавказе будут свои проблемы, еще более острые, чем в России. Вот в этот протест надо идти. Да, там не очень ждут политиков. Алексея Навального, вернее, предложили в Волоколамске, чтобы проехал Алексей Навальный. Ну и там сказали, что там вообще вне политики, вот мы сейчас отстоим интересы в свои двора, а разойдемся, как при Пугачевском бунте по домам. Но тем не менее идти надо. Люди очень быстро политизируются. У нас тоже химкинский протест начинался с экологии. Дайте нам детские коляски здесь возить по химкинскому лесу, с детьми гулять. Окончился с жестким оппонированием власти, с жесткой критикой власти. Это все равно идет политизация. Вот это любой протест политизируется, потому что люди начинают понимать, кто виноват, почему это все происходит. Никуда другого варианта нет. Ну и, наверное, надо пытаться отрывать от действующих левых структур каких-то нормальных, меняемых, адекватных людей. И это возможно в том числе внутри КПРФ, это возможно внутри каких-то других небольших структур. Другого варианта я не вижу. И последнее, что вот, допустим, у нас может быть из организационного. У меня будет беседа с Грудининым, мне интересны его планы дальнейшие. Мы договорились, что мы не на ходу это обсудим. Может быть, что-то возникнет интересное, а может и нет. Но, по крайней мере, я буду знать чуть раньше, чем вы. Вы, наверное, узнаете чуть позже. По крайней мере, надо поговорить на эту тему, будет очень интересно. И, безусловно, сейчас создается партия новых поколений. У нас же вся оппозиция, она хуже Путина. Мы только что говорили о том, что если Путин там 19 лет в власти, то у нас лидеры наших оппозиционных партий, у своих партий по 25-27 лет. Там ничем, в общем-то, по большому счету не отличается. Их партия по демократическим принципам от системы, которую выстраивает Путин. Хотя Путин – это такой облегченный вариант тоталитарного режима. И, естественно, вот будет создано сейчас, создаются новые партии в новом поколении. Да, я понимаю, что вызывает определенные, так сказать, сомнения. Но, тем не менее, там Собча, Глудков и так далее. И я думаю, что вот в этой партии совершенно точно она не будет лево-право-либеральной. Она все-таки по планам, по консультациям, которые сейчас будут, она все-таки будет ближе к центру. Вполне возможно, я даже в этом практически уверен, что там возникнет какое-то социал-демократическое крыло или подразделение. И я надеюсь, что к этому, в эту структуру или в эту партию, или в это крыло подразделения придет, в том числе и молодежь. Нам крайне необходимо искать молодежь. Ее много, но она неорганизована, нам очень сложно. Вот, наверное, какая-то структура, которая политически, может быть, Дмитрий Глудков возьмет на себя функцию курирования вот этого социал-демократического направления. В новой создаваемой партии перемен, условные названия, она строится на базе гражданской инициативы. Вполне возможно, что мы там найдем с вами какую-то политическую форму выражения наших взглядов, наших мыслей, наших планов. Ну вот, коротко, что я хотел сказать. Спасибо. На каком историческом опыте основана сменяемость партий у власти с большими и малыми налогами? На историческом опыте какой страны? Вы говорили, что вы с кем-то общались? Германия, Австрия, Франция. Все, вот это я хотел узнать. В Соединённых Штатах Америки, там демократы и республиканцы отличаются подходом к налогам. Сейчас Трамп пришёл к власти, он проводит довольно радикальную налоговую реформу, снижая в среднем время, ну там примерно 33% компании платят сейчас в среднем, там с учётом налогов федерального и штатского, будет около 21-22%. Наверное, сейчас будет подъём американской экономики в результате снижения налогового времени, будет перекос в доходах, будет перекос в распределении, будет перекос в распределении социальных благ. Потом кто-то, наверное, демократы придут и скажут, нет, мы тут поправим. Придёт Обама, скажут, будет там ещё очередная Обама-кэр или как-то что-то наподобие. Хорошо. А в России это неприменимо? В России неприменимо, в России нет политики, в России нет партии, в России нет выборов, в России сегодня неприменимо ничего, кроме предложения Путину провести политические реформы, направленные на создание системы смены власти. Если он на это не пойдёт, то, к сожалению, нас ожидает очень тяжкий, трагический, кровавый сценарий. У меня другая позиция, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Кочеткова Олеся Вячеславовна, кандидат экономических наук. Старинная русская пословица... То есть вы представляете, новое поколение в Сталдемократии? Да. Вероятно, я очень низко сидела, поэтому вы не заметили, не отнеся меня ни к молодёжи, ни к лидерам. Так вот, старинная русская пословица гласит, без пастуха овцы не стадо. Может быть, это идеальная формула некого идеального государства, как вы считаете? Нет, не считаю так. Я вам приведу простой пример. Есть такая просыпевающая страна, входящая в пятёрку самых богатых в мире стран, Швейцария. Там никто не знает, кто у них президент. И никто не знает, кто у них члены парламента, и кто у них там руководитель кабинета министров. Знаете почему? Они всё решают на референдумах. И в Италии правительство меняется как перчатки, мы с вами прекрасно знаем. При этом Италия в два раза сегодня по ВВП приезжает Россию, хотя ещё пять лет назад Россия с Италией боролась за место под солнцем в ВВП мировом, ну, в табеле о рангах ВВП. Германия может быть такая вот стабильность Меркель, но это стабильность всё-таки коалиционных договорённостей. И вы знаете, вот та же Великобритания, Мэй, пришла два года назад, потому что там никто не держится за власть с точки зрения, вот как у нас. Если там народ проголосовал за Брекзит, 52%, а 48% проголосовало против, то правительство всё ушло, уступив тем людям, которые отражают предпочтение политические большинства. Везде меняется, в Швеции меняется, в Финляндии меняется. Возьмите Финляндию, это наша бывшая колония, которым в 1881 году была дана широчайшая автономия и парламент, первый в мире, предложивший всеобщее равное избирательное право. Британия женщинам дала голос в 1921 году, а Финляндия в 1881, 40 лет раньше. Вот, пожалуйста, Финляндия сегодня имеет 80 тысяч долларов на человека, а мы 8. Вот результат. Ни ресурсов, ничего. Коротко только. Да, короткий. Я готов с вами потом, если вас много. Этот процесс. И зелёные всё-таки в Европе побеждали. Может быть, попробуем через вот это к социал-демократии выйти? Вот это не просто природная экология, а социальная экология, спасение жизни самих людей, самими людьми. Чем дальше, тем больше, хуже будет. Всё понятно. Народ боится всего этого. Ну, я только что говорил, что есть два вида протестных движений. Это социально-экологический, туда надо идти. Это первое. Второе. Давайте не будем идеалистами. Зелёные в Европе не побеждают. Есть две крупнейшие фракции в Европейском парламенте. Одна представляет правоцентрическую платформу, другая – левоцентрическую. Зелёные являются, безусловно, важным политическим элементом, но не являются доминирующим ни в одной стране. Конечно, и я объясню, почему. Зелёные трудно объединяются сами между собой. У нас, по-моему, три или четыре формально зарегистрированных партий, носящих название «Зелёные». Даже в России. Коллеги, я прошу прощения. Потом мы с вами видим на примере того же Волоколамска, что они не хотят ни с кем объединяться. У нас протест дальнобойщиков ни с кем не объединяется. Они против политики. У нас экологические движения Волоколамска ни с кем не объединяются. Они против политики. Пока это ещё всё на уровне вот этого крестьянского бунта, когда помещика выгнать и разойтись по домам. А то, что приедет карательный отряд через две недели, об этом никто не думает. Поэтому, конечно, вы правы в идеале. И мы с Глебом Фетисовым как раз это делали. За это нас и, правильно так сказать, видимо, с точки зрения власти преследовали. Но это вопрос будущего. Потому что пока объединяться ни с кем и не. Потому что ещё не выкорестовали здесь структуры устойчивые. Вот в той же Коломне, мой родной город, там есть Воловичи свалка. Там есть давно действующее экологическое движение против свалки. И когда они сели за стол переговоров, в этот же день другая часть этого экологического движения перекрыла трассу. Там сорваны переговоры. Ну, неважно. Важно, что даже внутри они не могут договориться внутри одного города, района. Это сложности вообще в России. Спасибо, коллеги. У нас ещё один докладчик остался. Это Олег Молчанов. Я попрошу Олега быть достаточно лаконичным по возможности. Да, да, да. Просто сейчас буду ещё один выступать, ещё один круглый стол. Мы немножко выбились из графика, коллеги. Поэтому я прошу быть лаконичным. Я помню о вас. Пожалуйста. Да, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, товарищи. Сотология, которая проводилась перед президентскими выборами, очень подробная во всех регионах страны, говорит, что самым движимым общественным настроем, мотивационным настроем людей в политической сфере является три разных вектора. Первый – это имперская внешняя политика. К сожалению, у нас именно такое общество, и именно этот настрой позволил практически выиграть выборы в одну калитку. Второй – это патерналистское государство, что люди ждут от того, что власти всех уровней будут решать все их проблемы, включая крышу в частном доме, забор на даче и кончая курсом доллара. И третий настрой – это антиэлитные настроения. Они появились по социологии только за последние два года и выросли до нескольких десятков процентов. Нам предыдущие ораторы говорили, что в бывшей ГДР партии антиэлитные настроения могут получить до половины голосов. Эти же антиэлитные настроения позволили победить Трампу, выиграть Брекзит. Это Лига Севера в Италии, это Народная партия в Австрии, это много каких ещё антиэлитных структур на территории всей Европы, включая Восточную Европу, которую мы всё-таки повторяем. С большим запозданием, но повторяем. Исходя из этого, если опускаться совсем на землю и говоря о том, каким должна быть, не стала демократическая, а социалистическая партия, то эта партия должна быть левопопулистской и антиэлитной. Именно только в этой форме могут возродиться социал-демократические идеи в России. Пока что чистая социал-демократия, которая представлена профессорами ведущих московских вузов, в России не приживётся. А приживётся вот те мужики из Волоколамска, которые пообещали главе района побить и засунуть очки кое-куда, после чего он тихо написал заявление об отставке. И вот это социальная база социал-демократии. Другой социальной базы для социал-демократии в нынешней России у нас нет. И нам нужно будет работать с теми людьми, которые могут теоретически за социал-демократов и социализм проголосовать. Это все и всяческие протестные группы, протестные в основном потому, что у них нет денег. Именно поэтому, что нет денег, люди живут около свалок, были бы деньги, уехали куда-нибудь подальше. Нет денег уехать с севера, и они там просто, люди живут в каменном веке. И с каждым годом, к сожалению, этих людей, которых не будет хватать на самое необходимое, уровень жизни будет падать, будет все больше. И наша задача сделать так, чтобы вот этот великошемистический вектор мотива их поведения уменьшался, точнее, перестал быть определяющим в их действиях. А остальные два мотива, которые мы можем использовать, это патерналистское государство и все начальники сволочи, вот он увеличился. Это такие стратегические задачи будущей партии. Это может быть не партия, это может быть движение, это может быть по типу польской солидарности, это может быть трудовые союзы по типу профсоюзов, даже там 19-го, начала 20-го века. Какие формы, вот эта идея, в каких формах программа может быть реализована наиболее эффективно, это технический вопрос, вопрос обсуждений длительных, которые не для этой трибуны. Ну, исходя из этого, что, да, у нас очень трудная ситуация с самой политической площадкой. Нам приходится играть в футбол не на ровном поле, не с одинаковыми воротами по двух сторонам, а в горах, в которых поле наклонено под 45 градусов и завалено булыжниками размером со стол. Но другого поля у нас нет. И будем искать правила и будем искать способы играть на этом поле и выигрывать. Либо просто других вариантов у нас люди, которые хотят жить в этой стране и хотят, чтобы в этой стране жили их дети, у нас нет. Спасибо. Такой. Вот народ у нас такой. Как заявляете, член Совета Федерации, вы знаете, Собчак настолько резко выскользалась по поводу народа. Но я не буду повторять эту глупость. Любой бы из нас, сказавший, уже сейчас сидел бы где-то далеко. И все же верю я в народ, который терпеливо ждет. Но видно, в том его беда, то он вулкан, то тишь вода. Вот вулкан нас превращает революции в войны, а тишь вода превращается в власть. И какой же выход? Какой же выход? Значит, интеллигенция, которой предписано развивать общество, она у нас календареколоненна. Она же подкупаема, она продаваема. Поговорили, косточку бросили и все, ушли в тень. Мы боимся выйти напрямую на министра и доказать, что он не прав. Вот всеми уважаемый Юрий Болгарев, когда ему задали вопрос, а что вы сделали? Он говорит, я знаю, кто там сидит, бесполезно. Но вот я только, я снял двух замминистров через суд, двух министров. Это здравоохранение Зурабова и вот последнего Ливанова. Вот, десятки глав управ, начальник полиции. Вот все можно изменять. Но главное, что в этих делах именно проявляется лидер. Ведь все слова уже настолько замылены. Я не говорю уже о КПРФ, марксизме, ленинизме и дальше. Но и социал-демократии, которой приписано аксиома, что большинство народа должно быть пропитано желанием к этой партии. И эти слова замыслены. И это, я долго думал, какое же слово-то нужно народу. А народ-то сыт по горло вот нашей трепнёй, которая большинство льёт с телевидения. И отсутствием конкретных дел. Ведь почему не пускают в Алкаламск? Потому что те же болтологи придут, разозорят и уйдут. Там рождаются лидеры. Вот нужно лидер, который не туда пришёл, а нашёл диалог с этим лидером, опёрся. Профессионализм нужен. Вот эти экологи, которые нам говорят, партию давайте создавать. Да вы должны быть звеном той общей партии. Ваша экология должна быть звеной. Вот долей в той партии. Да, жизнеобеспечение, да, борьба за жизнь – это основополагающее. Но не приоритет. Ну и напоследок, значит, народ требовал, вот, давайте партии, то-сё, я имею в виду интеллигенция. Ну и народили. Порох понизили 500, и партия создалась столько. И как народу разобраться, кто меньше принесёт вреда, когда в стране такое гадство, в стране такая чехарда, я выразился о партийном буме. Ну и что? Что мы получили? Опять массу всяких клонов, КПРФ, КПСС, КВКПБ и так далее и того подобное. Поэтому, вот, в заключении, я, моё предложение, значит, во-первых, технология малых дел, которая должна проявлять лидера. Лидер, идущий на таран. Вот, может быть, дело без слова? Нет. Может быть, слово без дела – это принцип интеллектуала? Нет. Ну, в общем-то, и я создал вот такое движение за словом дела. Здесь нет социализма, нет и прочее. Здесь новые слова, которые избили. Спасибо. Вот, я поддерживаю социал-демократию и готов в диалог вступить и защищать вас перед любой властью. Спасибо. Спасибо, коллеги. К сожалению, у нас времени просто не осталось. Сейчас будет другое мероприятие. Я благодарю всех докладчиков, я благодарю всех, кто пришёл, присоединился к нам. Надеюсь, что всё-таки не всё так пессимистично и за нищетой всё-таки какой-то блеск нас ждёт. Спасибо ещё раз. Всего хорошего. А можно мне вот такие, которые не затратились? Ну, пожалуйста. У меня фраза, у меня вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.